В прошлый разбор особое внимание обратили на тех людей, которые приходят в наши дома и не приносят того учения, которое мы проповедуем и которое исповедуем. И, может быть, на первый взгляд кажется, что вот этот совет апостола Павла и не совсем соответствует тому духу любви, которому он постоянно напоминал любить друг друга, молиться друг за друга и со всяким постоянством приносить учения. Вот в отношении тех людей, которые впали в обольщение и которых раз очень сильно помрачен, то апостол Павел советует, что, помните, я просто беру не из-за второго послания Иоанна, а беру другой текст Писания, который говорит, особенно в послании, кажется, Тимофею, что еретика после первого и второго вразумления, И что делает? Отвращайся, потому что бесполезный разговор. Когда человек думает еще и принимает по вниманию то, что ты говоришь, тогда есть смысл говорить. Даже тогда, когда он не воспринимается вначале. Но когда ты уже видишь, что человек говорит бесполезно, просто говорит, отвращайся. Это будет польза лично для тебя. Потому что в таких случаях мы просто тратим силы, теряем, и результата ожидаемого не добиваясь. Почему? Потому что мы уже имеем дело не с человеком, а с дьяволом, который помрачил разум человеку. Вы хорошо понимаете, возьмите такой крайний случай, когда есть люди, которые сошли с ума. То в таком случае бесполезно говорить ему что-то. Потому что у него, его разум помрачен окончательно. Он просто-напросто не имеет даже 1% разума, чтобы воспринимать что-нибудь. Поэтому отвращайся от него. И может быть, речь не идет о том, что вообще откажешься от него, но просто идешь в другой путь. Просто где-то в своей тайной комнате молиться за него, чтобы Господь вернул ему разум. И тогда можно будет достучаться до разума. Потому что здесь Иоанн и советует, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. И это будет нормально. И это будет нормально. 12 стих послания Иоанна выражает одну очень важную мысль. Или одну очень важную истину, которую здесь проповедовал Иоанн. Он говорил так. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами устам, чтобы радость ваша была полна. Одно дело писать. И это тоже надо. И если бы Иоанн, и Петр, и Павел, и ученики не писали, то мы сегодня вообще ничего не имели бы. Все-таки написанное, это не есть такое же полноценное общение, как общение с глазу на глаз. Когда мы видим, когда слышим, когда можем задать вопрос. Почему сегодня вот это учение, которое мы имеем, не имеет недостатка и достигает нашего сердца? Потому что это не просто буквы, не просто слова, но за ними стоит действующий, живой и постоянно пребывающий с нами Дух Святой. И Он компенсирует тот недостаток, который мы имеем тогда, когда читаем, но не видим кого-то. Это большая разница, чего не слушать и видеть человека, или просто читать то, что он написал. Во всяком случае, писать гораздо труднее, чем говорить. Вы, наверное, это знаете. И потому, наверное, ну не так-то многие люди любят писать. Во-первых, здесь надо, чтобы все отточено было. Здесь не может быть повторений. Здесь мысли должны быть выражены очень точно и емко. Они не допускают такой вот расплывчатости, как мы словами сегодня проповедуем. И вы, наверное, когда-нибудь слушали себя со стороны. И когда-то один брат, когда прослушал себя со стороны, как он проповедовал, то говорил так. Я никогда не думал, что я так говорю. Я всегда думал, что я гораздо лучше говорю. Потому что со стороны, когда сам себя слушаешь, видишь то, что не замечаешь, тогда, когда сам говоришь. Но с другой стороны, вот наша речь, как проповедника, и когда мы присутствуем и видим друг друга, она не стеснена строчками. И, допустим, можем сказать то, что одной строчкой напишем, можем так развернуто сказать словами, что будет более понятно, чем написано. Вот мы читаем написанное. И мы согласны на все сто процентов, что вот эти слова, которые записаны в Библии, говорили люди, которые были помазаны Духом Святым. Правда? Ничего они лишнего не сказали. И то, что было записано здесь, Дух Святой проконтролировал, чтобы оно было без ничего лишнего, чтобы то, что было произведено. И как нам трудно сегодня понимать это? А когда находится человек, когда эту строчку объясняет, и полчаса говорит, тогда становится понятно. Вот разница между написанным, отточенным. Помните, что говорит Крисиаст? Старался Екклесиаст придумывать изящные изречения. Помните? И для этого нужна большая мудрость. А вы согласитесь, что не у меня, ну, может, у вас ее достаточно, у меня часто не хватает ее. А когда в развернутом плане все это представлено, понимаешь то, что имел в виду человек. Поэтому Иоанн понимал, одно дело написать. И он нисколько не сомневался, что будет писать Исин, но говорил, но все-таки я хочу прийти к вам и поговорить устами к устам, чтобы радость ваша была более полной. И воспринимается, наверное, лучше, правда? Хотя, с другой стороны, иногда лучше воспринимается, когда не видишь человека. Я, допустим, знаю многие группы, я имею в виду певческие, они прекрасно слушаются на кассетах, но когда увидишь, как они поют, что они делают, не хочется тогда. Иногда полезно, чтобы и не видеть все. А в общем-то, когда мы видим друг друга, мы имеем более полную картину. Поэтому Иоанн говорил, много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и поговорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Поэтому сегодня очень важно для нас иметь действительно полноту всякой радости. И я хорошо понимаю, что если бы не Дух Святой, который заменяет, может быть, тот же самый взрывный образ апостола Павла, его нет с нами, но если бы через Дух Святой мы более-менее в какой-то мере можем познавать, что имел в виду апостол Павел, когда говорил, а лучше, когда он писал. Поэтому все-таки важно иметь вот такое, ну, настоящее, непосредственное общение с человеком, который изракает или говорит какие-то истины. И даже вот наши проповеди, которые мы говорим, они тоже оказываются более такими сильными и действенными, когда мы присутствуем там, где тот человек говорил. Вы знаете, мы очень многое, когда говорим, мы дополняем жестами, правда? Мы дополняем мимикой, мы дополняем поведением, а уже на бумаге и чернилами этого вы не увидите никогда. И хотим мы или не хотим, но все наше поведение, наш образ мышления, наши жесты, они все равно воспринимаются как дополнение к тому, что мы говорим. Поэтому если это сделано, квалифицировано, может быть, по всем правилам, даже ораторского искусства, и тоже это имеет значение, оно оказывает на наше сердце и на наш разум большое влияние. И тринадцатый стих. «Приветствую тебя, дети, сестры твои избранные. Аминь». Это просто приветствие. О чем оно говорит? О том, что приветствие нами друг друга, это является нормальным явлением. И так должно быть. Вы знаете, иногда, когда нам кто-то передает привет, то нам тоже приятно, да? Хотя, кто-то не один раз говорил, я не раз это слышал, говорят, привет передают тогда, когда нечего передать. Может быть, с одной стороны, это и так, но с другой стороны, передать привет, это все-таки передать то, что тебя помнит, и ты помнишь кого-то. И Павел всегда, не всегда, наверное, он мог что-то передать, хотя он об этом заботился, но он всегда передавал приветы. Я помню, когда-то мой племянник, я говорю, Володя, тебе, значит, тот-то передавал приветы, он говорит, давай, где он? Я ему говорю, что-то просто, ну, передавали, словами сказали, и больше ничего нету. Он говорит, я все понял, ну, давай, где он? Вот в нашем понятии сегодня так сложилось, что, вот, давай, это привет, а то, что словами, это маловажно. Но апостол Павел говорил, что помнить друг о друге, в ротом эти добрые воспоминания, и передать привет, это нормальное явление, не только в жизни вообще людей, но и в жизни христиан. И помните, он всегда их приветствовал, и поименно, и каждого перечислял, и послание к римлянам, последнее и предпоследнее главе. Там вообще очень много ответено приветом, который он передавал. Поэтому и здесь приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Опять можно думать, кто-то сестра избранная. Но если сравнить, вот тот первый человек, который мы растуждали в прошлый раз, избранной госпожи и сестры избранной, то-то все-таки, я думаю, были люди. Никакие-то динаминации. Иначе можно до этого договориться, что еще была одна динаминация в то время, а в то время динаминации не было, как у нас. И что не успели разделиться. И что не успели потерять настоящий смысл того учения, которое Христос принес. Поэтому сравнивая текст первый, я обращу на него внимание, на котором мы говорили, старец избранной госпожи и детям ее, которых я люблю поистине. Помните, мы рассуждали, это можно было иметь и церковь, и избранная госпожа. Я даже проводил пример, когда одержимый называл Крещен душим-то господином, а простого просто дядей. Но когда мы смотрим другой текст, «Последний, приветствую тебя, дети, чествую твоей избранной». Это уже ясно видно, что это женщина верующая другой женщине верующей передает. Поэтому иногда, анализируя сам текст, само послание написанное, можно даже ответить на некоторые вопросы, которые у нас возникают. Поэтому если придерживаться того мнения, что все-таки избранная госпожа эту церковь, то надо подыскать динаминацию, что-то за сестра избранная. И что-то у нее за дети были. Поэтому просто люди к людям обращаются и все. Просто Иоанн писал какой-то уважаемой, богатой, наверное, женщине, уверовавшей во Христа. Назвать ее госпожою и детей ее приветствуют. Я думаю, что мы будем начинать третье соборное послание, оно очень короткое, святого апостола Иоанна Богослова. И как всегда, по нашему порядку, я уже не буду обращать внимания на время написания, потому что сегодня практически, кроме богословов, которые исследуют, никому это не надо. Когда оно было написано, в связи с чем было написано, мы сегодня ищем, что оно нам говорит сегодня. И, притом, Библия так построена, хотя мы и историю берем во внимание, и исторические обстоятельства, и что нам многое обращаем внимание, но очень многое нам ясно сегодня, даже не знаючи всех исторических обстоятельств. Почему? Потому что одна и та же истина изложена во многих текстах Писания, мы имеем сравнительную характеристику, анализ, а самое главное, что есть Дух Святой, который компенсирует наше незнание подлинного языка, на котором было написано послание, и многих тех исторических особенностей и событий. Поэтому я нашу сразу с первого стиха, и это послание начинается так же, как и второе послание начиналось, апостол Павел объявляет свой возраст, говорит, что он старец. Наверное, для него это было очень важно, можно только думать, почему именно так говорил, допустим, Павел, но нигде вы не знаете, что Павел старец, может где-то и можно найти, он говорит, Павел, раб, апостол Иисуса Христа, но для Иоанна было важно старец. И я думаю, по одной причине, вообще-то я не утверждаю сто процентов, что ты именно так, потому что Иоанну было обещано, что он умрет своей смерти, помните? И вот он здесь, вот короткое слово, старец, но она говорит о том, что это пророчество исполняло в его жизни. Петра история говорит, распяли вниз головой, Фому где-то там в Индии замучили, Павлу отрубили голову в Риме, и никто из них не смог сказать, что он старец, потому что они все умерли мученической смертью. А Иоанну Господь сказал, что покуда я не приду, помните, и я опять повторяю то, что повторял раньше, и ученики подумали, что он не умрет никогда, и он сам говорит, Иисус не сказал, что я не умру, что он не умрет, но увидит пришествие, и он им показал на острове Патмос, хотя символическим языком, много он видел в символах, потому что, ну как можно было рассказать в то время о нашем времени, когда люди не имели тех достижений, которые сегодня не имеют, я не имею ввиду, что они были необразованные, потому что история говорит, что есть некоторые вещи, и они открыты археологами, что они электричеством пользовались, вы помните некоторые свидетельства, что огромные взлетные полосы были построены, и только с большой высоты познавательной знаки, там где-то в пустыне, было видно, что они пользовались чем-то, но то было их время, достижения были одни, сегодня другие, другие сферы продвинулись дальше, если раньше, может быть, для жизни были большие достижения, то сегодня для смерти большие, открыли атом, создали разрушительное оружие, которого раньше не было, а что касается уровня знаний, они были не меньше, чем у нас, и сегодня, когда исследуют мумии египетских фараонов, то обнаруживают, что они в то время на мозгу делали операцию, тропонация черепа, это было нормальное явление, операции на сердце, тоже находят искусственное, поэтому это были не глупые люди, и я где-то лет пять назад читал у пресс одно такое сообщение, что вавилонские ученые настолько рассчитали то, что движение планет, то, что сегодня современные ученые только где-то на две миллионы точнее рассчитали, так что говорить о том, что они были необразованные не приходится, это были люди умные, значит, для своего времени, но тем не менее, я уже эту тему оставляю, что без Господа они не могли знать настоящей истины, что их и погубило, сегодня есть такое обманчивое мнение или мировоззрение, что образование и наука они сделают человека так сказать совестливым, и сколько сегодня бессовестных больших голов, да, и они больше делают зла, чем делают люди простолюдины, простые люди столько зла не сделают, сколько высоко поставленные, образованные и так сказать держащие в своих руках власть, поэтому старец, я уже немножко сделал экскурсию и сказал, что это были люди своего времени образованные люди, но самое главное образование было для людей, если они знали истинного и настоящего Бога. Старец, возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. вы знаете, насколько было важно для Иоанна знать истину и любить поистине. Я уже не буду повторяться, повторять то, что говорил прошлый раз. И сегодня для нас важно, если мы что-то понимаем, если мы что-то делаем, то поступать по истине, и не по той истине относительной человечестве, которой даже в любом государстве может быть разницей в этой истине, а по истине абсолютной по истине Божией. Вы скажите, какая разница? Я немножко вам скажу, какая разница. Вопрос в том, что вот все то, что мы сегодня видим, это создал Бог. И создал по своим законам. И все стоит благодаря Его законам. И все связано Его законами. И потому никакая другая истина, она не способна в гармонии держать все. Истина есть одна. И потому есть истинство Божие. Говорит о том, что Иисус Христос и есть кто? Путь, истина и жизнь. Значит, никто другой Его заменить и подменить не может. Никакой учитель, никакой Бог или Божок, никакой путь другой, Он есть один. Попробуйте вы в своем автомобиле, который у вас есть, что-нибудь поменять. Как это еще непросто. То у нас это можно сделать, потому что у нас оно все несовершенно. И можно сделать что-то более совершенным. но ты подчиняйся тем законам, по которым построено то или другое творение человеческое. Если ты их нарушишь, никакого дела не будет. Так и строение вот этой вселенной большой и в нашем устройстве есть определенные Божьи законы, которым подчиняясь можно быть свободным человеком. То есть как свободным? Жить по любви и жить свободно, без всякого обременения. потому что истина что делает? Познаете истину, и истина что сделает? И истина сделает вас свободными. Вот почему Иоанн всегда говорил, я люблю по истине. И в моем лице вы видите образец поступков по истине. вот это настоящая свобода, потому что Слово Божие это есть Слово, которое вводит в свободу. Почему я это говорю? Потому что сегодня люди говорят, если я делаю то, что я хочу, значит я свободен. И если меня кто-то ограничивает, значит я не свободен. И вот как раз Божья истина, она держит человека в свободе. Если он ее переступает, он уже не свободен. Потому что тот моральный закон, который заложил Бог внутрь, он нарушается. Почему не может быть другой истины? По той простой причине, что Бог есть творец всего. И он поставил свои законы. И от него все зависит. Я как пример хочу привести, чтобы вы сегодня поняли, почему именно важно истина, 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 истина. И притом он говорил о той истине, которую Христос принес. Он не говорил о тех истинах относительных, о которых говорили люди того времени. Вы помните, как он назвал тех учителей, которые перед ним приходили? Все они, которые приходили передо мною. Кто они были? Воры разбойники. Почему? Потому что они похищали Божию истину, истину свободы, заменяли своей и держали людей в плену. А разбойник, он всегда с насилием правит. То есть он направляет в то русло, которое ему выгодно. И он это делает во вред тому человеку, с которым он имеет дело. А вот Божья истина, она вводит человека в свободу. И даже вот в нашем служении Богу, если враг занимает человека, то он его не спрашивает ни о чем. Он делает то, что хочет. Эти люди кричат и мяукают и галкают и теряют человеческие лица. А Бог через совесть напоминает, но если вы не хотите, он вас не будет держать. Пожалуйста. Хотя через совесть напоминает, что если ты будешь делать так, то с тобой будет плохо. Не скажешь, что Бог просто пустил людей и иди куда хочешь. Но он делает через совесть. Он насильно не заставляет. А вот дьявол, если он возьмет власть, ты будешь плакать, будешь понимать, что нельзя и будешь делать. Потому что написано, кто кому служит, тот тому, кто раб сильнейший взял в плен слабейшего. Вот почему сегодня людям так трудно избавиться от греха. Потому что дьявол, написано, есть убийца от начала. Он не устоял истине. И он никогда не будет советоваться с вами, что вам хорошо и что вам плохо. Он делает то, что ему хочется. А его цель одна украсть, убить и погубить. И потому вот только Слово Божие дает нам свободу. Если мы переступаем, мы уже не свободны. Почему не свободны? Я думаю, даже в наше время, независимо от того, люди верующие или не верующие, но они знают, что хорошо и что плохо. Вот это знание у них есть. Хотя бы на бытовом уровне. Уже я не говорю о какой-то глубине особой. Но все знают, что хорошо и что плохо. И тем не менее, знаючи, что это плохо, они продолжают это делать. Потому что не могут. Приходит время и каяться, и проситься, и внутренне дают обещание, что не будет так, а потом приходит время, берет и делает. Почему? Потому что он не свободный. Свободные люди, они в любое время могут остановиться и не делать. как враг обманул людей. Говорит, ты свободный. Ну так перестань курить. Не могу. Да какой же ты свободный тогда? Если я свободный, то мне не хочется даже, потому что я свободный. Если ты свободен, перестань пить. Но не тут то было. Потому что он не свободный. но в голове он свободный. А на самом деле не свободный. Почему? Потому что Библия всегда подупреждала. Вот слово для твоей свободы. Если ты перели часть него, ты уже будешь не свободный. Ты будешь на чужой территории. Поэтому Иоанн всегда утверждал, я люблю и не просто вот так люблю, я люблю поистине. Так как Христос напомнил надо любить. И еще раз напомню, вот эта любовь поистине не всегда бывает похожа, как мы ее понимаем. Я то напомню почему. Потому что мы еще неправильно понимаем, что значит любить поистине, то будем соблазняться и не понимать друг друга. Допустим кто-то делает не то, что ему советует Библия. Другой видит. В нашем понимании, если ты мне друг и ты меня любишь, ты просто не должен на это обращать внимания. Ты должен закрыть глаза, я буду делать то, что я хочу, а ты мне не напоминай. А Библия говорит, по Божьей любви ты должен пойти и обличить, потому что он погибает, а ты потворствуешь ему. Вы понимаете, какая разница между нашим мировоззрением, как любить надо, и библейским мировоззрением. Если согрешит против тебя брат твой, то что сделай? Пойди и обличи его между тобою и им одним. Это тоже Божья истина. Не перед всеми выстав, а скажи ему наедине. Потому что если ты ему не скажешь, он будет дальше-дальше погрозать в этом болоте. И вот что же это за любовь? Когда ты видишь, человек тонет, а ты ему руки не подсказал, куда ты идешь. Поэтому видите ли, что между проявлением Божьей любви и проявлением любви по нашему, по человеческому разуму есть все-таки разница. И поэтому надо читать и делать так, как здесь написано. Потому что все это слово это слово любви. Старец возлюбленному Гаею, которого я люблю поистине. Второй стих. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Вот этот Гаи в этом чексте был человек, который успешно рос духовным возрастом. У него на первом плане стоял успех христианский сегодняшним языком говорить. Если говорить более тонко, это был духовный человек, в котором была видна духовная жизнь. и ему надо было брать пример или лучше сказать ориентироваться не на внешнее достижение, как у нас часто бывает. Знаете, как у нас часто бывает? По плоти у нас прекрасно, но если сравнить эти параметры, то знак равенства между успехом физическим и духовным не поставишь. Как правило, что наш духовный человек в нашем материальном мире очень часто отстает от материального. Здесь было наоборот. Он посмотрел на его духовный потенциал, на духовную жизнь, сравнил с тем, что он имеет по пути и сказал, я хотел бы, чтобы ты имел такое же богатство плотское, которое ты имеешь в своей душе. Наверное, потому, что у него все-таки на первом плане именно и стоял вопрос души. Вы согласитесь, что сегодня не у всех нас на первом плане стоит вопрос нашей души? Может быть, для кого-то это будет и не надо слушать, что я скажу, вполне возможно у вас все-таки духовное стоит на первом плане, и вы более преуспеваете в духовном, чем в плотском, материальном или физическом. Но я не сомневаюсь, что для многих как раз-то и наоборот. Наверное, это характеристика церкви ладикийского периода. Вы помните эту характеристику? ты думаешь или ты говоришь, что богат, разбогател и ни в чем не имея нужды. Почему Господь ангелу этой ладикийской церкви сказал так? Потому что в самом деле с материальной стороны он мог так сказать. Нищий, который ничего не имел, он не мог так сказать, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Ну, это был, значит, церковь в общем-то довольно-таки успешная. Наверное, с плотской стороны у них было все необходимое для жизни и даже больше, потому что ты сказал, я богат. Одно дело сказать, я имею достаток, а другое дело сказать, я богат. я думаю, и вы все видите эту разницу. Он может сказать, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Было открыто другое. Ты, говорит, не знаешь, что ты жалок и ниш, и шлеп и нах. И там был совет дан, советую тебе. Поэтому вот этот Гай, он был в хорошем духовном состоянии. И Иоанн, приветствую его, притом, любя поистине, он не льстил ему. Наверное, апостолы, имея вот такой духовный взор, было открыто другое. Ты, говорит, не знаешь, про ты, жалок и ниш, и шлеп и нах. И там был совет дан. Советую тебе. Поэтому вот этот Гай, он был в хорошем духовном состоянии. Иоанн, приветствую его, притом, любя поистине, он не льстил ему. Наверное, апостолы, имея вот такой духовный взор, никогда никому не льстили. Они и не бежали, они никогда не были грубыми, они умели обходиться со своими подопечными или с христианами, которых они родили словом благословения для вечной жизни. Говорит, Павел, как кормилица нежно обходится с детьми своими, но эта нежность никогда не была лестью. Она никогда не была льстивостью. Они умели когда-то надо сказать аккуратно, красиво, но правду в лицо. И эта правда всегда нужна была людям. Она всегда нужна была людям. И когда здесь Иоанн писал, то я понимаю, он давал отчет, потому что это было написано для всех поколений, и Бог никогда не допустил бы, чтобы здесь была написана ложь. Это уже и авторитет пострадал бы. И он не мог этого сделать просто-напросто, как Бог, который контролировал, имел власть проконтролировать. И поэтому для нас пример на сегодняшний день, чтобы о нас, о любом из нас, Господь посмотревший, мог сказать, что возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем и образец, откуда взят, как преуспевает душа твоя. Сегодня для многих из нас надо писать наоборот. Хочу, чтобы преуспевала душа твоя, как преуспевает твой плоской человек. И, наверное, все-таки это зависит от нашего внутреннего содержания и направления, линии, которые взяты. Почему Иоанн так говорил? Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Смотрите, сам человек из себя часто не может сказать то, что есть на самом деле. Мы или бываем растоптаны, не можем дать оценку на должном уровне или сами себя часто возвеличиваем и одно или другое. Поэтому здесь было свидетельство не Гая самого о себе, не его домашних даже, это было свидетельство братьев, которые встречались, имели дело с Гаием и которые, когда пришли к Иоанну, они рассказали, как он поступает Гаи. Поэтому для братца или для примера следует еще напомнить слова апостола Павла, который однажды сказал так, хотя я ничего с собой не замечаю, но сам о себе и не сужу. Он сказал, судья же мне Господь. Это самую главную оценку, самую справедливую дает Господь. И люди, хотя о людях не всегда скажут, что несправедливо оценят. И для этого у нас есть примеры. Вы помните, как оценили Моисея, да? Мы сегодня знаем. Нам сегодня легче рассуждать, потому что уже все прошло, записано в Библии, и сама же Библия оценку дала Моисею. Вот мы сегодня читаем, и уже думаю, никто никогда не обвиняет Моисея, что Моисея что-то делал не то, что надо. Но когда он жил среди таких людей, как мы сегодня живем, то вы знаете, что было? Вы помните, что было? Если на сегодняшний день, то такого пастора, как Моисея, голосованием давно сняли. Мы требуем две трети, правда? Если две третий за него было, когда восстали и хотели побить камнями в Египет вернуться, да почти никто. Иисус Навин там в одно время стоял, Моисея и Орун и все. И такое бывало в жизни. Я представляю, что было думать Моисею в то время. Ну один, два, десять, тысяча, десять тысяч. Но вообще, хотя такие тяжелые времена, тяжелые переживания. И нелегко и просто идти. Но все-таки здесь подчеркнута верность. Верность. Не просто верующий был, а был верный. Я думаю, в этом тоже есть разница. Верующим быть, не так-то трудно. Пришел, покаялся, подержался пару лет, если покуривал, то никто не знал. И верующий принял крышение, верующий стал. А верным быть это гораздо глубже и гораздо более основательнее и гораздо сильнее. верующим. как раз здесь обращено внимание о твоей верности засвидетельствована. Оказывается, надо быть не только верующим, но и верным еще в предачу. И тогда обетования Божьи будут наши. Если же мы только по наружности верующие, то есть у нас есть нечто то, что свойственно верующим, ну что свойственно верующим, сегодня если с поверхности смотреть, ходить регулярно в собрание, читать Библию, правда, это хорошо, я не говорю, что это нехорошо. Быть в членом церкви, наружно все хорошо выглядит, а вот верным быть это труднее, но как раз то с верными Бог и имеет дело. А верность знаете, где проверяется? Не тогда, когда мы молимся, когда Бог нас исполняет Духом Святым, хотя часть верных людей, она им принадлежит, но есть такие времена, о которых написано в Библии, помните, такое время для Иисуса Христа наступило для учеников, это было уже испытание на верность. Помните, Иисус сказал такие слова, «А теперь ваше время и власть тьмы». Вот есть времена, когда Бог допускает в тьме взять власть, и тогда, когда власть тьмы простирается, обнаруживается верное до смерти. «Будь верен до смерти», помните, «И дам тебе что? Венец жизни». Там не имеется в виду, ходил собрание до тех пор, покуда ты не умрешь. Там не об этом идет речь. Там идет речь, о чем? Когда придут испытания, когда придет время, власть тьмы, и когда тебе предложат или Христос, или жизнь, или, лучше сказать, или ты остаешься с Богом и умираешь, или ты отказываешься, и ты будешь жить. И когда человек во имя Господа принимает смерть, это доказательство его верности и любви к Богу. Вот это слово «вера», оно сегодня для каждого из нас звучит. Не просто, верующий это хорошо, это начало, и без этого, без начала и конца не бывает никакого. Но уже наша вера, если только так можно выраститься, она с каждым днем должна перерастать в верность. Вера, она должна перерастать в верность. Потому что если верности нету, вы знаете, что мы долго не устоим. Потому что все вещи, созданные людьми, они обязательно испытываются. Я уже не сравнив с опытными образцами, которые подвергаются значительно большим перегрузкам вещей серийного производства, но всякая вещь созданная, она обязательно испытывается. Тот же самый автомобиль, тот же самый мотоцикл, обязательно после того, как его сделали на заводе, он должен пробежать какое-то определенное число километров, чтобы можно было пускать в продажу, что он работает. Так и в нашей жизни. Я говорил в прошлый раз, бывает время учебы, а потом будет экзамен. И мы его или выдержим, или провалим. Если даже мы его провалили, этот экзамен, если мы живем на земле, то ожидайте, что будет нечто похожее следующее, что это тоже не радует. Но до тех пор, покуда мы его не выдержим, значит, с нами дальше нельзя иметь никакого дела. Но будет и последний раз. Тогда Бог поставит на весы, испытает все-таки в Библии есть такое выражение мера благодати. И даже долготерпение имеет меру. И мы это должны знать. Это не должно разбивать наше сердце, чтобы кто-то не подумал, что сегодня уже последний раз, последняя мера или последний зол. Я это совсем не хочу сказать, чтобы может быть в ком-то убить последнюю надежду. Но не надо забывать все-таки, что есть и последний раз. Есть и последний раз, когда Бог дает трудные времена и после отставляет в сторону. Об этом вы найдете в Библии, о чем я говорить не буду. Вы помните одно место писания? Я часто люблю повторять это в книге Исаии написано. Даже не буду называть что в Исаии, но просто дословно напомню об испытаниях, которым этот народ был подвержен. Там написано так, что раздувальный миг обгорел, швенет истрел от огня, а злые не делились, плавильщик плавил напрасно. Отверженным серебром назовет их Господь. В доказательство я напомню судьбу народа израильского. Помните этот длинный период их судьбы? Господь был с ними, потом они начинали грешить, потом начинали молиться, Бог возбегал судей, потом им возвращал свободу, они опять начинали делать зло, опять Бог попускал других врагов, опять начинали молиться, Бог опять возвращал к ним милость, они опять начинали грешить, Господь возбегал других. И трудно по пальцам перечислить, сколько раз Бог их спасал и обращал на них внимание. И, наконец, послал к ним своего сына. А потом отверг на сколько? Почти на две тысячи лет. Хотя Павел сказал, что не отверг Бог на совсем народа своего. Но есть время, он к ним вернется. Но они уже спасаются сегодня, не евреи. Не как евреи, не как нация, а наравне с язычниками. Принимая голгофскую жертву Иисуса Христа и признавая Его Спасителем. А так, как было раньше, сегодня нет. Поэтому я просто хотел бы, чтобы одну и другую истину мы держали в поле своего зрения. Потому что для того, чтобы любить кого-то, Бог часто наказывает другого. Это тоже надо знать. И когда в нашу жизнь приходят трудности, которые Господь допускает часто, то мы тогда конституруем внимание только на самом человеке. Но как это Бог с ним мог так поступить? Взял да допустил, что он погиб. Мы не обращаем внимания, что он очень много зла делает окружающим его. И когда человек, которым Бог неоднократно дает возможность исправиться, почему я это говорю? Потому что мы живем не в пустыне. Своими действиями, словами и поступками, хотим мы и не хотим, мы влияем на других людей. И Бог их тоже любит. И когда человек ожесточается до крайности, когда перебирает всякую меру, а всякое зло, которое человек делает, он делает не только себе и окружающим, тогда в некоторых случаях просто Бог убирает его с земли, любя других. Он свою меру уже выбрал. Вы поняли мою мысль, о которой я хотел сегодня сказать? Потому что в жизни бывает очень много случаев, когда Бог пускает различного рода трагедии разыграться в семье, в обществе и так далее, и так далее. Целые государства бывают смятены с лица земли. Почему? По той простой причине, что мы не в пустыне живем. И Бог, если сделал все, человек ожесточился, он продолжает вредить людям другим, Бог вынужден убрать его просто. Потому что в его руках не только жизнь, но и смерть. И с ним не поспоришь. С кем можно спорить? Только не с Богом. Вы помните, когда фараон не хотел отпускать египтян. Помните, сколько было казней? Боже не хотел этого. Хотя там, когда мы читаем, мы усмущение приходим. Он сказал, я ожесточу, я сделаю, чтобы показать. Но это было только потому, что египтяне перебрали в жившую меру. Они на другое были не способны. У них было время, когда они знали Иосифа, знали, какое он добро сделал. Это осталось в их истории. История у себя была записана, но они ожесточили свое сердце. И Бог их не трогал бы, если бы они просто отпустили израильчан. Но они по своей жестокости, они просто-напросто не могли это сделать. И Бог допустил проявиться их жестокости. И всего лишь. Он их не учил, вы не отпускаете. Вы думаете, Бог лицемерил, когда говорил, скажи, пусть отпустит. А сам вроде лицемерит, их ожесточает. Он просто дал возможность их жестокости проявиться. И все. Он не играл. Это не мы, что одному говорим одно, а другому человеку к тому же самому другое. Я знал одного такого брата, высокопоставленного. Я за ним наблюдал очень долго. Он возьмет, придут в кабинет. Говорит, ты знаешь, что он на тебя вот то и то говорил. И отпустит. Придет другой, он ему. Ты знаешь, он тебе вот так и так сказал. А тот тоже не выдержит, что он ему такое говорит. Но он же не заслужил. Возьмёт, да и скажет что-то. Я говорю, никогда не думал, что он такой бессовестный. А потом мирит их и доволен, цветёт. Вы знаете, Бог так не делал никогда. И не делает. Это мы умеем так делать. А Бог так не делает никогда. Но они к этому себя приготовили. Перебрали свою меру. И Бог вынужден был, знаете, что для того, чтобы защитить свой народ. Вы знаете, что ангела смерти вызвал. Вы помните? Потому что это в Его руках. Жизнь, смерть, высота, глубина, земля, небо. Ему же всё повинуется. Поэтому просто я бы взял вот именно вот некоторую, вот эту тему ответвления этой темы. Но я хотел бы, чтобы вот эта верность Богу, она стояла у нас на повестке дня. потому что она будет испытана. Как мы сегодня можем определить нашу верность Богу? Мы, наверное, будем ожидать гонений каких-то, или трудностей. Вы помните, какое место священное писание? Верный в малом, верен и во многом. а неверный в малом, неверный во многом. Это мы сегодня в некоторой мере можем сказать сами себе верны мы или неверны. Хотя бы вот эту притчу очень часто предлагают истолковывать притчу неверного правителя. Помните? Хотя бы в этом неправильном богатстве нашему. Как мы им распоражаемся? И не надо больше ничего. не надо пыток, не надо гонений, не надо трудностей никаких. Просто вот есть у нас наше земное неверное богатство. Потому что по сравнению с настоящим богатством духовным это просто мираж. Все оно пройдет. И стлеет. Значит настоящее богатство оно нечленное. Правда? А это все вот тлеет. То, что мы покупаем, что мы кушаем, оно все тлеет. Вот первый признак тленного богатства. Тлеет. Нетленное никогда не тлеет. Оно постоянно пребывает. Поэтому мы можем сегодня проверить свою жизнь по Писанию. Верны мы или неверны? Как проверить? Очень просто. Я часто напоминаю вам, где описано лицо настоящего христианина. Кто подскажет где? Все правильно. Евангелие от Матфея. Начиная с пятой главы и три последующие практически. И дальше там оно развивается эти мысли. Прочитайте. Как надо жить, как надо поступать, и вы узнаете, я и вы верны или неверны. А там, между прочим, заповеди для христианина. Если касается справедливости, то можно взять даже мащея, око за око, зуб за зуб. Сколько одолжил, столько и отдай. А в христианстве другой потолок совсем. И, наверное, редко кто из нас выдержит эти параметры. Ударив в одну штуку, подстав в другую. Но это кое-как. Когда чувствуем, что бессильны дать сдачу. Но это же не то. Но это же не то. Вы знаете, почему мы часто терпим? Потому что мы понимаем, что все равно ничего не получится. И мы голову угнем и терпим. Но если мы знаем, что можем дать сдачу, дадим. Редко кто-нибудь будет давать сдачу. А это уже не то. А это уже не то. это является частью нашей жизни. И это очень серьезная часть нашей жизни. Вы помните, значит, дал в долг не требу и назад. Первый больше ничего не надо. Кто из нас давал долг и не требовал назад? Думаю, что есть. Не думаю, что нет таких. Думаю, что есть. И может быть, даже есть кто-то, кто дал и не вспомнил. Даже тогда, когда очень надо было. А вообще-то как правило. Сколько всего мне врагов из-за того, что вы дали долг, а вам не отдали. Я не говорю, что легко, что у вас лишнее что-то. Я совсем об этом не говорю. Я просто говорю, что заповедь Божия не касается того, сколько у вас есть. Она не говорит, что заповедь для тех, кто имеет много, а это заповедь для тех, кто не имеет, а это заповедь для тех, кто чуть-чуть больше имеет. Но я знаю другое. Если мы исполняем заповедь Божию, то Бог будет стоять на нашей стороне. и если даже вы дали вдох и вам не отдали назад, вы просто по-христиански свободны, но молитесь, Господи, не вспоминая, что у вас взяли, я голодный, то Бог вам даст в десять раз больше откуда-то. Но если у вас есть гнил внутри, то значит он не мешает Богу действовать. Я когда-то когда говорил на тему об обиде, даже я не помню, Барановича говорил я или нет, я уже еще не помню, то там есть одна истина касающаяся обиженных. У Иова записано это место писания, которое говорит так, с одной стороны Библия утверждает, что Бог есть отец сирот, судья вдов, он вступает за обиженных, но есть и такой текст, который говорит так, ты будешь кричать обида, и никто тебя не слушает, ты пьешь к Богу, а Бог не защищает, и там объясняется почему, потому что говорит сам неоднократно нарушал заповеди, и не в одном месте, и ты сам когда-то обижал, и поэтому, когда стали обижать тебя, то твои молитвы идут как будто в небо, но как будто не достигают цели, и вроде бы и Библия уже не Библия стала, там прямой это, кажется, 22 глава второзакония, то, что не помнит какие стихи, кажется, 28 стихом, я уже точно не помню, поэтому вы не ищите, если хотите найти дома, найдите по симфонии, как раз именно вот этот текст, почему Бог не защищает, как белорусы у нас говорят, вы обои рабои, поэтому некого защищать, вот поэтому бывает и так, когда нас обижают, и мы вроде неверующих, и молимся Богу, и люди защищают, и Бог не защищает, конечно, я не ответил вот этим одним ответом на все случаи жизни, почему Бог молчит, не отвечает, но это одна из причин, почему Бог не отвечает нам тогда, когда нас обижают, потому что просто мы получаем посченные нами, примеры я проводить не буду, если мне один яркий пример, но он касается конкретно нашей церкви, конкретных людей, и потом я просто промолчу, в других местах я говорю, а здесь не буду, поэтому я просто только хотел бы напомнить об этом, немножко затрону другую сторону, что посеешь, будешь жать, кто будет жать, и я, и вы, любой из нас, это закон такой, это закон жатвы, как ты поступал, так будет поступлено и с тобой, с кем, со всеми, со мною, с вами, потому многое из того, что мы сегодня переживаем, это не наказание Божие, это не несправедливость стопроцентная, это просто мы жнем то, что мы когда-то посеяли, и все, и поэтому просто не надо обижаться очень быстро, если что-то не так происходит в нашей жизни, сегодня может быть кто-то из вас просит помощи, никто не обращает внимания, вспомните, когда-то кто-то у вас просил помощи, а вы не обращали внимания, вот пришло это время, ну и надо просто его переждать, попросить Бога прощения, чтобы не наделать больше зла, потому что и в этой обстановке, если мы неправильно поступаем, то все равно придется сжать, знаете, если мы посеяли зерно в хорошую или погоду, или в плохую погоду, но если оно попало в землю, оно будет расти, правда? Не зависит от того, в какую погоду мы положили зерно в землю, но если мы положили, если земля покрыла, если есть возможность расти, все равно будем получать всходы, а потом будем жать. Поэтому я просто хотел бы, чтобы в духовном смысле слова мы были очень внимательны к нашей собственной жизни, потому что сегодня мы закладываем фундамент на завтра, и какое сегодня нами заложат, на нем мы будем строить. Чистое оно устоит нечистое сгорит. Так написано. Для меня, я четвертый стих считаю, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Тоже глубокий смысл, и опять связан с истиной. Иоанн хорошо знал, как пастыр, как апостол, что если его дети ходят в истине, им будет возможность радоваться, не надо решать их проблемы, не надо вникать в те узлы, которые завязаны, не надо переживать, потому что ходят в истине. Как только дети не ходят в истине, это значит, что родители никогда не будут радоваться. Они попадут в сети, дети, можете это знать из своих семей. Когда ваши дети ходили по путям в Евангелие, особенно, я имею ввиду, детей верующих родителей, то вы радовались, правда? Когда они стали отступать, вы просто не могли радоваться, они проносили в вашу жизнь дискомфорт различного рода, различные проблемы проносили, боли духовного характера, болезни, вам же было не до радости. А когда они ходили в истине, то вы могли радоваться. Не только потому, что они как сам факт, что ходят в истине, но их жизнь доставляла вам радость, поступки их, дела их. потому, что если люди не ходят в истине, они попадают в зависимость от дьявола, и тогда какая радость? Потому, что грех это смерть, грех это слезы, грех это болезни. Поэтому он говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. А если ходят в истине, то они находятся в руках Господа. А из руки Господней никто не может их или нас похитить. Поэтому Иоанн и стоял на стороне истины всегда. Ему центр был его проповеди любовь и истина. Откровение истины Божией это есть любовь от чистого сердца. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Я обращаю внимание, ходят в истине. Не просто цитируют истину, не просто изучают ее за столом, они поступают так, как написано. Ходят. Вот это слово ходят, оно несет в себе смысл, поступают по Слову Божию. Не просто читают, не просто изучают, я еще раз повтораю, ходят. Возлюблены. Пятый стих. Возлюблены, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и странников. Вот одна из сторон жизни Гайи, на которую Иоанн обратил внимание, отношение к братьям и к странникам. Знаете, мы сегодня, наверное, не очень часто обращаем на это внимание. Может быть, кто-то обращает внимание на действия духовных даров, это хорошо все. Может быть, обращают внимание на другие проявления действий Духа Святого, это тоже хорошо, и так должно быть. Но все это, то, что мы имеем сегодня, действия даров Духа Святого, исцеления и так далее, и так далее, они нужны для того, чтобы научить нас ходить в истине, поступать по истине. Ведь смысл любви не в том, куда заключается, чтобы знать, как поступать по любви, или сказать кому-то, как это надо делать. Но смысл заключается в том, чтобы делать, чтобы эта любовь проявилась в деле, если она не проявляется в деле, это что-то незаконченное в нашей жизни. Начало есть, а конца нет пока. А здесь вот речет о том, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали 6 стих перед церковью о твоей любви. ты хорошо поступишь и отпустишь их, как должно ради Бога. Смотрите, кажется, вот такие повседневные вещи, с которыми мы встречаемся каждый день. Речь касается, конечно, странников, братьев. Я понимаю, что тех братьев, которые трудились, которые приезжали туда. Ну, странно. Здесь можно включить гораздо более что-то обширное. Но, тем не менее, есть свой порядок, есть свой путь проявления любви к этой категории людей. И он говорит так. Они засвидетельствовали перед церковью. То есть, они видели его радушие, они видели, что он делал, испытывали на себе, и просто-напросто они не могли об этом никому не сказать. Они засвидетельствовали об этом перед церковью. По-видимому, это был человек не только слова, но человек дела, который мог все свое сердце вложить в то, что он делал. И я думаю, это просто было чисто с некоторой стороны материальная сторона. Материальная сторона жизни, но находящаяся под контролем благодати. Вы знаете, что и сегодня да и в Библии так написано, есть такие люди, которые служат Господу своим имением. Вот Бог дал им такое служение. Они другого не имеют. Они другого служения не имеют. Может быть, проповедовать не могут. Может быть, они не исцеляют никого. может быть, они, ну вообще, я не знаю, что они не делают, но они готовы отдать последний кусок хлеба для того, чтобы кто-то вместо них сказал и сделал и так далее, и так далее, и так далее. И вот, я думаю, одна из частей служения Гайи была именно вот в этом. Потому что говорит, ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Седьмой стих подтверждает эту мысль. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Речь идет о том, что эти люди были заняты служением, им некогда было добывать себе кусок хлеба, но чтобы язычники, которые могли их понять превратно, чтобы они не соблазнились, не подумали, что это люди, которые обманным путем живут, они ничего от них не взяли. Но Иоанн не говорит, что нормально, и вы им не давайте. Они от них не взяли, а ты отпусти как следует. Потому что ты человек духовный, понимаешь все эти вещи, я с тобой могу говорить прямо от них не взяли и правильно сделали, а ты отпустишь их так, ты неправильно сделаешь. Не в чем доступны такие вещи и такой взгляд на вещи. Есть люди, которые просто-напросто этого не поймут. Вы, наверное, знаете, что на сегодняшний день мы всем людям угодить не можем. Одни будут соблазняться, что мы хорошо одеты, а другие будут соблазняться, что мы плохо одеты. Вы поняли мою мысль? Мне говорят так, какие же они верующие, когда они ходят как оборванцы? Где их Бог? Почему они не имеют ничего нормального? А другие будут говорить, какие они верующие, они одетые? Здесь вопрос стоит, как перед Богом мы сегодня стоим? Люди всегда соблазняются и будут соблазняться. Они имеют прямо противоположные взгляды на вещи. Но я хотел бы, чтобы мы имели правильные взгляды на эти вещи. Я знаю, сегодня мы спокойны, когда не обращаем друг на друга внимания, когда нам ищем плохо. Это у нас считается нормально. Но когда кому-то будет хорошо, сразу будем вращать внимание, почему ему хорошо. Правда? Так? У нас такие взгляды. Мы настолько привыкли, что должно быть плохо, мы даже не допускаем мысли, что может быть хорошо. А между тем, на все должна быть норма. Я тоже говорю о том норма. Есть христианский стиль, христианские нормы, христианские параметры, но к сожалению, нам больше приятно, когда мы находимся в большой нужде. Не нам, а другим. Когда мы в нужде, то нам неприятно. А когда другие в нужде, то мы считаем, что это норма. Так оно и должно быть. Поэтому вот здесь Иоанн, когда говорил, он обратил на эту сферу жизни внимание особенное. Газал, вот люди, ты их принимаешь. Эти люди, которые к тебе приходили сами, сказали, что ты хорошо поступаешь. И говорит ему, дает напутствие, что они придут к тебе. И ты знаешь, что они от язычников не взяли ничего ради истины. Чтобы они поделились. Но ты когда они придут к тебе, отпусти как должно ради Бога. А вы знаете, как ради Бога делаем? Я опять подчеркну эту мысль. Мы не все делаем так, как должно делать ради Бога. Что я хочу сказать? Тоже не новое. Я об этом уже говорил. Если мы что-то делаем ради Бога, то мы должны делать если давать то лучшее, а не того, что лишнее. Слава Богу, что мы даем то, что лишнее. Мы этого можем не давать. Но Господь, когда требовал себе что-то, что Он требовал принесите мне? Гнилое или лучшее? Лучшее. Это мы действим во имя Бога. Но наверное, мы еще до этого не доросли. Наверное, мы еще до этого не доросли. Но если мы понимаем, что недоросли, то будем расти еще. Я понимаю, что в нашей жизни бывают такие истины, когда мы разумом понимаем, а сердце на это не способно. И много такого бывает. когда голова понимают помните эту басню око видит а зуб не мед. Или поговорка я уже не помню. Так вот нашим взором мы видим, нам это сделать трудно, но когда речь идет, ты делаешь ради Бога, это и есть ради Бога. Вы помните, когда Господь свой народ упрекал, то Он говорил так, что вы мне приносите хромое и шлепое, помните, принеси это твоему князю, как он тебя примет. А что же мне приносите такое? Конечно, я сегодня не хочу унизить то, что кто-то делает. Я не хочу перечеркнуть и сделать ничем то, что кто-то делал. Я просто напоминаю, как оно должно быть по высшим параметрам. А мы делаем то, что мы можем делать. На что мы способны сегодня? Насколько наше сердце понимает это? И дал бы Бог, что мы хотя бы делали то, что мы делаем, и это будет хорошо. Но уже если действительно хотеть угодить Господу, то все-таки надо пытаться это делать по высшему стандарту. Если конечно, то возможно с нашей стороны. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Вот это тоже очень важный вопрос. Простое служение. Служение тем, что мы имеем. Но когда мы это делаем, то мы оказываемся, Бог называет нас с поспешники истине. И думаю, что те люди, которые ходили с Павлом и которые прислуживали ему, а у него всегда были люди на служении, помните? И это уже было новозаветное время. Это уже не было время Ветхого Завета, где у пророков были помощники, были у него. Помните, говорит, Марка, приведи ко мне. Он мне нужен для чего? Он мне нужен для служения. Все таки люди того времени понимали и не хотели обраменять Павла второстепенными вопросами. Они видели в нем нечто то, что они не могли сделать. И Павел это понимал, потому что могли делать другие, он поручал это делать. Они ему просто помогали. Но я уверен на сто процентов, потому что эти люди были с поспешниками тому труду, который Павел делал. Когда они придут в небо и Господь будет давать награду, то то, что делал Павел, счастье пойдет для тех, кто ему помогал. Кто молился, кто посылал на пропитание ему, кто привел его к какому-то дому, чтобы он не блуждал, не искал этот адрес. Вот эта награда будет не совсем так, как мы понимаем. Все-таки часть награды Павловой будет распределена, потому что все Павел не сделал бы. Он не смог это все сделать сам. Ему нужны были помощники, чтобы вот эта сила Божия могла более полно проявиться через через него. Поэтому вот здесь он отмечает вот эту истину, ибо они ради имени него пошли, не взявши ничего от язычников. И так мы должны принимать таковы, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я просто могу у великой меры передрессовать женам братьев, матерам, отцам, которые трудятся, они что-то делают, они остаются в тени молитвенникам, которых никто не знает, что они молятся. Но очень часто те, кому на это не хватает времени, они как раз и держатся молитвами тех, о которых может быть даже никто и не знает. Но это поспешники в одной работе. И я не думаю, что те жены или те матера и те отцы, которые поддерживали, где-то тылы обеспечивали, что они останутся без награды. Знаете, есть служение видимое, которое проходит на виду у всех людей. Это проповедники, может быть пророки, может быть еще кто-то. И есть служение, которым никто не знает. Это молитвенники, это те, которые что-то жертвуют, и никто не знает, и вообще не афишируют это все. Но награда будет очень правильно Господом распределяться и раскладываться на всех. Потому что это были люди, которые поспешивали истине. Смотрите, мы все люди своего времени строили вот этот дом молитвенный. Кто-то был в то время на передовой. Это была их работа. Когда этот дом был построен, они ушли в тень. Почему? Одно дело вложить кирпич, другое дело проповедовать. Это же не одно и то же. И не всегда люди, которые заявили себя на стройке, не всегда не могут быть служителями. Но сколько этот дом будет стоять, сколько здесь будет каяться людей, сколько здесь будет Господь совершать работу, то им будет отчитываться то, что они вложили свой труд туда. Может быть, вы никогда об этом не думали? Может быть, это вам в голову не проходило? Вам казалось, за то, что работали, построили, и все уже конец для вашей работы? Нет. потому что если бы не тот труд, который был совершен раньше, то сегодня здесь не было бы людей, не молились и ничего не было бы. Так и плохое, которое было сделано, оно тоже долго-долго еще будет звучать. И те, которые мешали, и до сегодняшнего дня, как все равно укор, как упрок идет. Наши дела очень долго еще будут звучать и заявлять о себе. Помните, я вам когда-то напомнил об этой теории Дарвина, которая раньше была в очень большом почете и была основной теорией в отношении мироздания, в отношении возникновения человека и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, не все вы знаете, может быть, знаете, что все-таки в конце жизни Дарвин отказался от своей теории, покаялся и был глубоко верующим человеком. И часто, когда его посещали дома в Англии, когда приходили и хотели с ним поговорить, то часто его сын отвечал так, теперь он не может, потому что папа молится. Я думаю, что Бог простил его, что Бог оправдал его, хотя он сделал великое зло, но до сегодняшнего дня эта теория делает свою работу. Вы понимаете, что есть некоторые вещи, которые и загладить непросто. Он умер, он покаялся. Я помню когда-то, когда меня вызывали, еще воспитывали на хлопчудбажном комбинате, там был один, уже забыл, как его и фамилия, мастер, он мне еще про эту теорию говорил. А я ему говорю, а вы наверное знаете, что Дарвин в конце своей жизни показал? Откуда ты это знаешь? Я говорю, знаю, но почему об этом не говорится? В общем, мне вот эту теорию, это человек от обезьян, и так стали, ну почему вы не говорите о том, что Дарвин в конце своей жизни покаялся? Он больше перестал говорить, потому что боялся, что я где-то вслух скажу, ему придется отвечать. Как же это так было? Понимаете, что люди многое скрывают от людей, скрывают то, что они уже знают, сознательно скрывают, потому что надо же самим все докаяться. Но это очень серьезный вопрос, особенно для проповедников, для тех, кто Евангелие проповедует, для тех, кто вот каких-то истинных. Вы знаете, если я что-то проповедую неправильно, то мне же придется однажды сказать, Господи, прости, да и перед всеми сказать, простите, я же неправильно вас учил, а иначе как же я могу в меня войти? Я же не могу этого сделать. Одно из серьезных преступлений против Господа это неправильное понимание описание. Это неправильное учение. Поэтому мы, наверное, поэтому и стараемся так вот углубиться, чтобы у нас не было этих вот, так сказать, отклонений от истины. Потому что вот как раз то, Януши, истина, 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 истина. И вы знаете, она нам нужна, эта истина. Вот то, что я говорю, я думаю, вы все знаете, во всяком случае слышали, но когда оно еще раз напоминается, оно ложится более глубоко на сердце. Но как-то отпечатывается и разум становится просвещенным. И Петр, кажется, однажды сказал, что я не устану напоминать вам возбуждаю чистый смысл. Он есть, он заложен внутри, но тем более иногда надо больше добавить, чтобы оно стало яснее, чтобы оно как-то выросывалось ярче. и вот сегодня то, что я говорю, это жизнь наша состоит. Это повседневная наша жизнь. И в некоторые меры это повседневное служение наше, потому что мы люди, мы нуждаемся в чем-то, мы нуждаемся друг в друге. Может быть, это незаметное служение, оно не так ярко выросло, но это служение. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. С поспешниками, то есть люди сопутствующие, идущие рядом, помогающие продвинуться истине. А вы знаете, чтобы истина продвинулась вперед, нужна и духовная сторона, и какая, и материальная сторона. Потому что мы все-таки живем в материальном мире. И хотя мы новое творение, и хотя наш дух имеет преимущество в вечной жизни, он воскрешен для вечности, но тем не менее, так как мы живем в теле, то мы связаны именно с материальной частью нашей жизни. И поэтому для того, чтобы быть с поспешниками истины, есть не только молитвенная жизнь и духовная часть, но есть и материальная, без которой мы не можем обойтись. И этот вопрос, который поднимает здесь Иоанн, был трудным и тяжелым и в то время. И эти люди, они немного отличались от нас сегодня. Смотрите, что дальше написано. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. как вы думаете, что Иоанн писал? Вот он писал то, что он здесь, вот я читаю. Это уж связано одной мыслью. Это уж логическое продолжение того учения, которое Иоанн дал для Гайи. Он говорит так, я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. И сегодня так есть. Я помню, однажды был я в одном городе большом и говорил на одну тему проповедь. Я, как правило, если говорю какую-то тему, то я стараюсь затронуть все сферы жизни. Насколько, насколько позволяет время, ну и, конечно, и мои способности, потому что кто-то, может быть, и лучше сказал бы, и лучше разборбил бы, но я веду так, как я могу, я лучше не могу. Ну и нормально еще было. И напомнил, я говорил, значит, о скорби и напомнил, ну, как один из пунктов, когда, значит, ты будешь что-нибудь давать нижчему, то не должна скорбеть душа твоя, ибо за это благословил тебя Господь. Вот подходит ко мне один брат пожилой, говорит, что ты, говорит, хорошо говорил, но это вот не надо было говорить, мы и так много даем. Ну как я могу не говорить, если все, то все, а если ничего, почему я одно должно говорить, а другое не должен говорить. Вот какой-то все-таки больной вопрос. Ну я и спрашиваю, много даем, но как у вас тут, смотрю, там дома в шарпанках, знаю, что говорит, замок нема за что поставить. Вот там алчиши колда, нема за что поставить замок. Ну их понимание немного дают. Ну и что ты скажешь? Что хочешь, то и говори. Ну все хорошо, но это вот не надо было. И я могло понять, что Иоанн писал. Я вот писал в церкви, но любишь, что первенство у них, где трех, не принимает нас. Ну конечно. Если будут давать странникам, то ему же меньше попадет. А что надо сделать? Не давать. И весь вопрос, сейчас проблема будет решена. Но лучше не становится. Потому что написано, давайте, и что будет? И дастся вам. А если нет, то и нет. И вы знаете, этот закон никто не переменит. Его никто не переставит. Потому что он утвержден на небе. И чтобы это переписать, надо на небо забраться. А туда никто еще не мог. Наверное, если бы мы могли, то мы много переписали бы. Один переписал бы одно, другой переписал бы другое. Но слава Богу, что написано, Слово Господне утверждено на небесах. И туда не долезешь, не доберешься. Еще даже и недоволен чем-то. Поэтому это была проблема и в то время. И смотрите, не просто, но я не знаю, как тогда относились к апостолам, наверное, так, как и мы, чего они относились к большим людям, которые у нас есть. Обрат, когда люди теряют человека, тогда они понимают, что потирали. А когда он есть, нормально. Степа, Маня, Ваня, ну, почему столько? А уже когда нету, тогда уже видят что-то. Так, наверное, и в то время было. Иоанн писал, и мы еще не знаем, Иоанн, это Иоанн. Это не я, это не вы, это Иоанн. Иоанн. Это один и двенадцать апостолов. Ну, нашел здесь диатреф, который его не принимал. И вот он здесь пишет, я вот писал, но меня не принимают. И главное, почему не принимают? Он здесь дал оценку его поведения и открыл причину, почему не принимают. Любишь ты первенствовать? Это, наверное, в крови у нас, да? Хотя это там, он под спудом, внутри, оно все равно что-то вот живет такое, что рвется наперед. Но не хочу сказать, что вообще, наверное, этим кого-то обидел бы. Но это уже мы должны сами себе дать оценку. Как перед Господом. Хотим, не хотим. Ну, в всяком случае, для меня лично это не важно. Но это будет важным для нас, лично для каждого. Но Библия говорит, что такое бывает. Но любящий первый свой диатреф, у них диатреф, не принимает нас. Почему? Если я приду, то напомню о делах, которые он делает. Вот что он делал. «Поноща нас злыми словами». И недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Вот что делает желание первенствовать. Есть то, что перечислены качества, или лучше сказать, не качества, желание первенствовать качества. А вот действия такого человека, смотрите. Во-первых, что он делает? «Поноща нас злыми словами». Не думаю, что он говорил нецензурными словами. Это был полный литературный язык того времени, но в этих словах было зло. Это были злые слова. Значит, любое слово может быть наполнено злом, да? Даже самое безобидное. Может быть произнесено с доброжелательством, а можно быть произнесено, знаете, с таким внутренним содержанием злым. И оно будет оказывать воздействие разное. Поначалу нас злыми словами. И что делает дальше? Не принимает братьев. Почему? Потому что боится, что они его подорвут авторитет. Я не один раз встречался с таким явлением, и сами братья свидетельствовали, когда пригласили в канцелярию, и братья сказали, мы тебе дадим проповедовать, но смотри, если ты скажешь лучше, чем мы, мы больше тебе никогда не дадим. Так вот, потому что мы не хотим, чтобы кто-то там приезжий имел больше авторитет, чем имеем мы. Это похоже на выдумку, но это правда. Вот в чем вся беда. Если бы была просто выдумка. Но можно было бы тогда. Ладно. Но это правда. Не принимает. И сам не принимает нас. И запрещает желающим принимать. А если они не служат, то знаете, что делают? Изгоняют из церкви. Вот что делает вот такой подход неправильный. А по сути дела. Если Господь не сделает дело, то кто сделает? Да любое дело. Да любой приезжий брат. То ли от нас поедет куда-то. То ли откуда-то приедет к нам. Если Господь не будет делать, значит, что только опозорится и все. Вот это все, что Он сделает. И абсолютно ничего больше не сделает. А если Бог сделает, то при чем Он? Но с другой стороны, и есть Его учащие в этом. Потому что если Он не на должном уровне, то Господь не может использовать его. И здесь тоже нельзя все отбросить в сторону. Но у нас так бывает. Если хорошо в церкви, слава Богу, Бог благословил. Если плохо, виноват кто? Прошлите. Так же. Ну так. Нам, наверное, это трудно сказать. Но так. Хотя здесь, наверное, надо добавку сделать, пояснение и к одному моему изречению, и к другому. На что я сегодня не хочу ставить внимание на этом? Но просто обращаю внимание. Были проблемы и тогда, какие и сегодня есть. Поэтому то, что сегодня делается, не ново. И если это случается в нашей жизни, оно не должно нас ранить и сбивать с ног. Об этом говорит Священное Писание. Что это так? Но я хочу сказать и другое. что если Господь делает дело, если у человека есть духовный авторитет, то никто его у него не заберет. А если нет, то никто его не прибавит. Это такой вопрос, над которым не надо долго рассуждать и думать. И мучиться им. Потому что Бог, конечно, я что хочу сказать? С одной стороны, это так. Но даже самый большой человек сильный, если о нем распространили плохое мнение, оно не даст возможности действовать. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что люди не воспринимают, они настороженные. Для них надо веру созидать в сердцах. Я помню, когда-то такое очень редко было. Но несколько случаев было. А когда я был в собрании, и Бог показывал, где это увидел, глазами своими, как действует слово проповедника на людей. Был я однажды, я этот случай расскажу, он очень важный, потому что я хочу дополнить, мне есть ясность по поводу слов, которые я сказал вот теперь. Что если есть авторитет, то его никто не подорвет, не отнимет. У человека. Но для людей окружающих все-таки имеет смысл и то, что они говорили. И однажды, когда я был в служении, сидел вот так где-то, как Дмитриевич сегодня сидел, и наблюдал. Проповедовал один из братьев. А второй, вот где-то сидел, вот где сейчас тащит. Повречено вот такое расположение было. И о нем, значит, пустили такой слух, что этот человек находится в искушении. Вы знаете, что? Очень бывает, если не часто, то нерытко. Тогда о человеке говорят не то, что надо было бы говорить. И вот когда он вышел говорить, то я видел в сердце, вот это, ну, как сжималось, это трудно передать как. И он, значит, он начинает говорить. А я вижу, что этот брат думает. Вот насколько увидел, сразу его мысль, этот человек в искушении, надо быть на страже. И я смотрю, и сердце только было, так оно сжалось. Потом он начинает говорить. И Дух Святой действует настолько сильно, дневно. Свободные люди, они сразу радуются. А он, потом он начинает забывать, и мысли уходят. Потом смотрят на его глаза, и на сердце. Глаза кап-кап-кап-кап, что за, кап-кап-кап, что за. И он думает, ну, одержимые, то так говорить не могут. И сердце просто не. Ну, если говоря, что одержимые, значит, правда, опять разжимается. Потом опять продолжают говорить. Он опять держит, держит, опять шкозы раз, текут по штыкам. И он опять говорит, ну, одержимые, так не говорят. Вторая мысль, ну, если говоря, значит, есть, и опять сердце разжимается. Минут сорок пять Все кругом Просто наполняются благодатью А у него мучение Сердце то сжимается, то разжимается То сжимается, то разжимается И так до конца было Так он и раскрылся до конца Сказали Вот насколько важно, что мы сказали И что мы пустили в люди Он нисколько не пострадал Тот, который говорил Потому что он остался тем Кем он был Но для всех остальных людей Но я видел одного Может быть там еще больше было Но вот просто Бог показал Для примера, что это значит Что мы допустим Ну что там такое Сказал, да и все Ну сказал Оказывается, сказал, да и не все Есть продолжение того, что сказал Вы знаете, что в чем дело Покуда мы не сказали То ни Бог, ни дьявол Не могут продолжать работу Есть условия Мы должны что-то сказать Допустим Один пример Кто-то неверующий человек есть Вы ему сказали То есть слушай, дорогой Есть Бог Когда вы это сказали Он это слово услышал Тогда Дух Святой берет в удел То, что вы сказали И будет ему, может быть, годами напоминать Что есть Бог Если бы вы не сказали Дух Святой не мог бы это употреблять Но когда вы сказали Вы дали возможность Богу по себе действовать Уже вы не нужны тогда Когда вы сказали То же самое И злое слово Вы сказали Оскорбили кого-то Ну, как пример я привожу И все Вы уже больше не нужны Уже дьявол будет добивать человека Вы уже подумали Вы уже раскаялись А зачем я это сказал А зачем я это сделал Но вы уже ничего не можете сделать Вы дали в руки Дьяволу оружие Вы уже ему не нужны Уже единственное Что вы можете сделать Молиться, чтобы тот человек устоял Вы уже не нужны Поэтому я очень хочу Напомнить Из этого текста Писания Вот эту истину О чем здесь подчеркнул Иоанн Он сказал Первое Он поносит нас злыми словами Уже дальше пошло все остальное А первое стоит Значит То напомню о делах Которые он делает Поноща нас злыми словами Иоанн запомнил Что он говорил Если бы он не говорил У него бы не было возможности Написать и сказать Но он сказал И он это услышал Поэтому Я просто хотел бы сегодня Напомнить всем нам Что вот то, что мы говорим Наверное Должно быть продумано Обдумано И Если мы сказали И может даже уже раскаялись И не можем понять Почему же на нас еще обижаются Я вам скажу почему Потому что враг взял То, что вы сказали Как оружие И продолжает свою работу Вот и все Вы уже не делаете Да вы уже не нужны А вы уже не нужны То, что от вас требовалось Вы сделали А дальше Может быть даже не говорить Вот тогда Наверное надо говорить другое Попросить прощения Другое говорить уже Чтобы Ну как-то вину загладить И что есть Вот этот путь Или решение вопроса Или проблемы А во всяком случае Надо бодрствовать Возлюбленный Одиннадцатый стих Не подражай злу Но добру Кто делает добро Тот от Бога А делаешь ты зло Не видел Бога Смотрите Как все четко Ясно Может быть для нас Эти стихи Не совсем приятны Потому что получается Что вообще мы когда-то Делали зло И всем приходится Признаться Что не видели Бога Я скажу Что на тот момент Когда мы это делали Не видели Потому что если бы видели То так не говорили бы И так не делали бы То что мы Последствии обратились И покаялись Может быть изменили Свое мнение Это уже второй вопрос Это уже другое Продолжение направления В жизни нашей Но когда делали зло То однозначно Не видели Бога Если бы видели Его То были бы под Его контролем Были бы Его власти И делали бы что-то другое Поэтому Ян просит Возлюбленный Не подражай злу Но добру У нас есть такая способность Подражать Иногда даже она неосознанная Если кто-то нам нравится Если что-то нам нравится То мы пытаемся делать так Почему Потому что Есть некоторый успех В том что мы увидели И нам часто Очень важно бывает Успех Не важно каким путем Не важно каким методом Но человек имеет успех И вот здесь вот Знаючи это Иоанн говорит Возлюбленный Не подражай злу Но добру Не смотрю что злые люди Очень часто пользуются Авторитетом Не смотрю на то Что их часто боятся Не смотрю на то Что они имеют успех Не смотрю на то И так далее И так далее И так далее Но смотрю на то Что они делают зло Вот на что Обращаю внимание Потому что их успех Короткий очень Вот они надежны Это то Что не будет стоять вечно Потому что За всякое зло Придет возмездие И тогда Не нужен будет Даже результат тот Вы знаете Много еще У них есть Богатых людей Которые нажили Себе добро Нечестным путем Но когда они казались За решеткой Это им уже не надо А еще Честным путем Хоть оно мало Но никто не придирается Живи себе спокойно Потому что Не за что Понимаете что Не всегда мы смотрим На финал Мы просто Его не видим И в этом беда Вы помните Чем еще второй псалом Псалом Асафа Как благ Бог Израилю Чистым сердцем А я едва Не пошатнулись Ноги мои Едва Не подсказнулись Стопы мои Я позавидовал Безумным Видя благоденств Нечестивых На работе Человеческой Их нет Спрочем Люди Не подвергаются Ударам От того Гордость Как ожерелье Обложила их И дерзость Как наряд Одевает их Выкатились От жира Глаза их Бродят Повыслы В сердце Над всем Издеваются Злобно Разглашают Клевету Говорят Высока И язык Их Рассказывает По земле А потом Говорят Где же Бог Я уже Гордость Потому И народ Обращают Туда И пьют Воду Полную Чашую И говорят Я сам Говорит Когда я так Рассуждал А как он Рассуждал Говорит Не напрасно ли я В невинности Омывал руки Мои Не напрасно ли Подвергал себе Обличением Всякое утро Когда у меня Вот так А у них Все И он говорит Что Я только не понимал Да коль я не вошел В освятилище Как скот Я был перед тобой А потом Когда вошел В освятилище Когда Бог Показал Конец их У него Открылись глаза Они же Как трава Вырастают Взмах косы И подкошено Так бывает И С теми людьми Которые Имеют Неправедное Нечистое И нечестное Сегодня Министр Завтра Фуфайки В тюрьме Сегодня Командую Вщей армией А завтра Конвоиры Водят Вот так Это Очень быстро Совершается Неожиданно Для людей Никогда не думали Что так будет Но так есть Почему Вот почему Было не то Что надо Поэтому Возлюблены Не подражая Злу Но добру Кто делает Добро Тот от Бога А делающий Зло Не видел Бога А Димитрий Засвидетельствовал Всеми И самою Истинною Свидетельствуют Так же и мы И вы знаете Что свидетельство Наше Истинно Вот Настолько Иоанн Был утвержден Истине Открытыми глазами Видел Что происходит И знал Что он говорит Что утверждает Без всякого Сомнения Что свидетельство Наше Истинно Он не боялся Сказать так О Димитрии Ему Дух Подтвердил И сомнений Не было Что он Неправду Говорит Он не боялся Сказать о Диатрефе А думал Что Диатреф Никогда Не признавался Что он хочет Первенство Он говорит Я люблю Порядок Я не допустил Безобразие Я не хочу Никаких Апостолов Я сам Неплохо Знаю Люди Никогда Не говорят То что есть На самом деле Как правило Прокрываются Тем Хотят Видеть Благословение Когда мы Видели Что кто-нибудь Говорил Я не хочу Благословения Все стоят За святость За действие Духа Святого За чистоту Но однако Очень часто Делают Нечистоту Кто Видит Кто Не видит Кто Осознательно Делают Кто Несознательно Но Ян Тиск говорит Что Мое Свидетельство Истинно Я не ошибаюсь Когда сказал О Димитрии Не ошибаюсь Когда сказал О Диатрефе Не ошибаюсь Когда говорил О братьях Которые Говорили Что есть Внутреннее Свидетельство Они не врали Мне И он говорит И вы Знаете Что Свидетельство Наше Истинно Ну и Тринадцатый Стих О котором Я уже Говорил Когда Мы Второе Соборное Послание Проходили Много Имел я Писать И опять Он повторяет Старую Истинную Но не хочу Писать тебе Чернилами И трость А надеюсь Скоро Увидеть тебя И поговорить Устами К устам Мир Тебе Приветствую Тебя Друзья Приветствую Друзья И поеменно Аминь Друзья Продолжение следует...